Всем привет дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня у нас жижончик. Да, вот так случилось. Также хочу сакцентировать ваше внимание, что в 90% любой видос по жидкости, в 90% это реклама и это тоже реклама. Компания Вейп Холл предложила данный жижончик для обзора и рекламы. Я его попробовал и я согласился. По крайней мере я делаю обзоры на те жижончики, за которые мне не будет стыдно в дальнейшем. Так как рекламировать жидкость плохого качества я не хочу и отказываю таким компаниям. Вообще у компании Вейп Холл есть много разных линеек жидкостей и одна из них сейчас представлена здесь под названием ТОП. Если вас вдруг заинтересует данная жидкость, вы ее сможете приобрести со скидочкой в 25% с промокодом БЛАБЛА. Все это будет в описании. Промокод имеет ограниченное время действия после выхода этого видоса. Сколько точно я не знаю. Это уже к самому магазину. Также хочу отметить, что данные производители Вейп Холл это сеть магазинов по всей Украине. И она все расширяется и расширяется. Скоро кстати открытие в Одессе, что тоже очень меня радует. Но переместимся к самому жижончику. Поставляется он в 60 мл таре. Это у нас Чуби Горилла. Насколько я вижу это оригинальная Чуби Горилла. Я вот когда-то говорил там в стриме обзоре после выставки, что это клон. Нет, я ошибся. Это все-таки оригинал. На этикеточке у нас имеется название, что это Вейп Холл. Линейка ТОП. Название жидкости в данном случае у меня в руках сейчас Смузи. Пишется, что это ХайВГ. Но здесь нигде не указано, сколько же здесь соотношение пропилена и глицерина. Скажу вам, что здесь 80 на 20 в сторону глицерина. По крепости никотина есть 0, 1,5 и 3. Также на бутылочке имеются знаки того, что там нельзя это применять в еду, нельзя беременным женщинам, собакам и 18+. Также имеется сбоку описание полностью вкуса на каждой бутылочке, на каждой этикеточке на русском языке. И вы сразу же можете прочитать, что это, а не брать отдельный буклетик и вычитывать это там. И также ссылочки на ресурсы. Это вейпхел.нет сайт, вейпхел.км это вкшечка и инстаграмчик. В общем, все это вы найдете, конечно же, в описании к этому видео. Но перейдем к самим вкусам. Сейчас у меня здесь уже в дрипочке залит смузи. И сейчас мы его попробуем. Я вам расскажу о нем свое мнение. Итак, что же здесь нам пишет сам производитель? Это яблочно-грушевый сок в сочетании со спелой клубникой и кусочками банана. По этому вкусу мне сейчас трудно вообще что-то сказать. Вот я его сейчас даже за кадром сижу и парю и пытаюсь вот разобрать все эти вкусы, составляющие. Но я чувствую все. Я чувствую здесь чуть-чуть яблочко. Я чувствую здесь грушу. Клубничка чувствуется. Банан. Правда, я не сказал бы, что я его чувствую. Но, наверное, он есть. Но очень классный фруктовый микс в сочетании. Он не напрягает. Он не ярко прям выражен, который там забивает тебе все рецепторы. Нет, его просто мягко и приятно парить. Вот советую попробовать, если вам где-то попадется пробничек, перед покупкой обязательно сделайте это. Очень вкусненький жижончик. Следующий вкус, о котором я вам расскажу, будет гринспик. И что же нам пишет здесь производитель? Это бешено-холодный микс из кислых ягод можжевельника, кардамона и ментола. Вот как-то так. Кстати, вот по этой жидкости многие, кто интересовались данной жидкостью топ, о ней наслышаны. По этой жидкости, люди, когда вы ее начнете парить, вы как будто будете парить холодную елку. Вот серьезно. Вот тот новогодний праздник, когда приносят свежую елку в дом, ставят с мороза еще, она такая холодненькая. И вот этот запах распространяется от нее. Ну вот у меня, у меня только такие ассоциации с ней, вот с каким-то лесом, причем хвойным таким. Вообще прикольная вещица, очень необычная, очень классный вкус. Я, конечно, не знаю, здесь кардамон есть, нету. Я как-то не особо любитель такого, но жидкость очень вкусненькая, интересная. Опять же, но это для любителя больше. Именно для того человека, который ищет уже какие-то необычные вкусы, вот однозначно ему стоит попробовать гринспик. Если вы на самом деле подумали, что вот снимать обзорчики на жижончик очень легко, то нет ничего подобного. Вы просто не видите, что здесь творится за кадром и сколько на это все уходит времени. Так что вот как-то так, частые замены ватки, выпаривания, водички, от никотинчика может стать плохо и так далее, и тому подобное. Так что как-то так. И следующей жидкостью, о которой я вам расскажу, будет Sumer Forest. И что же нам пишет здесь производитель? Это кислый микс из лесных ягод и базилика. Ну, попробуем. Я бы не сказал, что данная жидкость очень кислая, что тут отдает как-то все кислинкой. Для меня нет. Но здесь чувствуется, как по мне, земляника. Вот я не знаю, почему я чувствую именно землянику. Ну, она лесная ягода, наверное, вот она здесь и есть. Базилик? Ну, я не уверен в этом. Так что вот как-то так, и мы переходим к следующему вкусу, который у нас есть в этой линейке. Следующая же жидкость у нас называется Dragon Flame. И здесь что нам пишет производитель? Цитрусовый микс в сочетании с анисом и кусочками льда. Хочу сразу же отметить, что данная жидкость даже слегка мутновата. Она вот именно в бутылочке не прозрачная, а именно мутная. Попробуем ее. Я не знаю, есть ли здесь цитрусы, ну, наверное, где-то есть, но анис здесь просто забивает все остальное. Холодок, да, легкий есть. Такой легкий холодок. Сразу же хочу отметить, что данный вкус похож на вкус самбуки. И если вам не нравится самбука, то этот вкус точно не для вас. Ну, если вам нравится самбука, вы спокойно покупаете данный жижончик и парите в свое удовольствие. Лично мне самбука не то чтобы не нравится. Я ее когда-то просто в свое время перепил, и этот вкус у меня теперь не вызывает какого-то восторга. Но, опять же, своих поклонников он найдет. Дальше у нас идет вкус под названием Три... 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 Три Парадайз. Три... Дерево, в общем, Три... Плохо у меня с английским. Да, что же здесь нам пишет производитель? Пер... Это у нас персиковый коктейль на кокосовом молоке с кусочками абрикоса и нектарина. Очень приятный, слегка такой сладенький микс. Здесь чувствуется, ну, вот молочка написана на кокосовом молоке. Но, вот после персика, абрикоса и нектарина, вот в этом сочетании они очень схожи, ну, между собой вкусы. И оно вот сливается в один такой вкус. Но я бы больше отнес, наверное, к персику вот с молочкой. Но, наверняка, сам абрикос и нектарин тоже играют тут роль в этом вкусе. Если вам нравится персик, абрикос и нектарин, вот данный жижончик вам очень понравится. Молочка, сразу скажу, здесь не портит этот вкус, она его именно дополняет. Следующим вкусом у нас идет Black King. И что же здесь нам пишет производитель? Что это крепкий чай с бергамотом и лимоном. Что я могу сказать? По крепкому чаю я здесь его не чувствую. Но у меня такое ощущение складывается, что я пью чай с бергамотом. Лимона я здесь не чувствую, но это явный чай с бергамотом. И я думаю, что тем, кому нравится именно чай с бергамотом, оценят данный жижончик. Следующим же вкусом у нас идет Fresh Heat. И здесь описание. Экзотический лемонграсс в кислом дуэте лайма и лимона. Я точно не знаю вкус лемонграсса и как он должен передаваться. Но есть такое в начале на вдохе, какая-то такая, ну вот как трава, такая, как полевые цветы или что-то такое. Наверное, это оно и есть. Лайм и лимон. Да, здесь чувствуется лимон, но он, наверное, сочетается больше с лемонграссом. И лайма я здесь как такового не чувствую. Но я бы не сказал, что это такой сладкий лимон. Но вот мне он немного не нравится. Он не отдает такой дешевой лимонной водичкой. Ну вот как есть. Это мои вкусовые рецепторы. Вот как-то так. Но я знаю людей, которым нравится такой лимон. И они его с удовольствием парят. Так что осуждать я тут не могу. Но лично мне, допустим, данная жидкость, фреш-хит, не особо понравилась. Но вкуса химозы еще чего-то такого нет. Но дешевая лимонная водичка. И последним вкусом, который я буду пробовать и рассказывать вам в этом обзоре, является классическая китайская лимонно-лаймовая конфета со вкусом гуавы. Вот как-то так. Сейчас я ее попробую и расскажу вам вообще свои ощущения о ней. Здесь чувствуется тот же самый вкус дешевой лимонной водички. Ну вот такой вот ароматизатор. Мне он не очень нравится. Конфета со вкусом гуавы. Ну, это все сладковатое, но вот данный жижончик мне напоминает все-таки какое-то мыло, какое-то мыльцо. Вот есть мыльный привкус, к сожалению, вот увы и ах, но мне это не нравится. Опять же, я давал эти жидкости попробовать другим людям. И я знаю, что по этому вкусу были тоже хорошие отзывы. Так что, вот как так. Мои вкусовые рецепторы говорят, что я бы себе не взял данную жидкость, но есть те люди, которым она нравится. Что я могу еще сказать по линейке ТОП от компании Вейп Холл? Наверное, стоит упомянуть никотин. У меня здесь все эти жидкости полторашки, и я вот их спарил на одном дыхании. Может быть, это из-за того, что я привык парить троечку, но вкусов здесь 8, и я как-то вот их так быстренько прошел и не получил какого-то передоза никотинового. В принципе, это показатель хорошего никотина, мягенького, который не дает ТХ, который дает именно вкус. Опять же, кому-то нравится ТХ-шный никотин, кому-то мягкий. Мне нравится мягкий, и за это тоже плюс в данной линейке. По вкусам. Мне в этой линейке понравилось 6 вкусов из 8. Это очень неплохой показатель, как бы 2 вкуса, еще тоже такая себе вкусовщина. Но это не факт того, что из тех 6, которые мне понравились, вам может тоже что-то не понравится. То есть, ну, это естественно. Также совсем чуть-чуть еще расскажу о компании Вейп Холл. Это сеть магазинов по электронным сигаретам, и в каждом магазине, насколько я знаю, есть еще и кухня в сочетании с баром. Вы можете прийти не только попарить, но и покушать, и выпить там слабоалкогольные, или более крепкие напитки, или вообще безалкогольные. И также можете там посидеть попарить. Так что хочу выразить большую благодарность компании Вейп Холл за поддержку моего канала, за заказ рекламы, за предоставленную жидкость. Всем вам большое спасибо. А вы, дорогие подписчики, в виде благодарности можете поставить лайк данному видосу, написать комментарий, что вы думаете по данным жидкостям. Может, вы их уже пробовали, у вас какое-то другое мнение. Подписаться на канал и поделиться этим видео в социальных сетях. Всем вам большое спасибо за то, что смотрели. Ждем новых видосиков на канале.